23 октября в Москве состоялась седьмая ежегодная конференция «Передовой опыт Инвестор Релэйшнс». Это единственный в России ежегодный форум АЯР-директоров и специалистов, экспертов и консультантов международного класса. Делегатам конференции представилась уникальная возможность изучить новые тенденции в АЯР-отрасле, задать вопросы ведущим специалистам, победителям конкурсов АЯР-эвордс прошлых лет, познакомиться с международными экспертами. На конференции обсуждались вопросы, касающиеся инвестиций в российские ценные бумаги, с макроэкономическим анализом выступила Наталья Орлова, главный экономист-аналитик в Альфа-банке. На мой взгляд, для движения финансовых рынков, конечно, очень важно смотреть на макроэкономические факторы, которые, собственно, определяют размер страновой премии. И, к сожалению, мы видим, что макроэкономический фонд в России, он сейчас не очень помогает финансовым рынкам и компаниям, просто потому что темпы роста замедляются, это всегда вызывает напряжение у инвесторов. И, собственно, очень важно понимать, что то, что мы видим в этом году и, по всей видимости, тенденция следующих лет, она будет заключаться в значительном расхождении макроэкономических трендов в потребительски ориентированных секторах и в секторах, которые работают в промышленности и ориентированных на международный рынок. В потребительских секторах мы, в принципе, видим до сих пор достаточно большую поддержку. Бюджетная политика имеет четко выраженные социальные приоритеты. У нас почти больше, чем треть социальных расходов бюджета идет на социальные нужды. Демографическая ситуация очень поддерживает потребление, потому что численность экономически активного населения снижается. Это означает, что в будущем нам стоит ожидать определенный рост зарплат. И население на основе этих двух факторов, оно видит низкую безработицу, видит поддержку бюджета, оно готово потреблять дальше. Поэтому все сектора, которые работают на потребление, финансовый сектор, сектор услуг недвижимости, это сектора, которые будут достаточно защищенными. Наверное, они не будут расти так быстро, как до кризиса, но они пользуются поддержкой. В промышленности ситуация сложнее, потому что повышение зарплаты хорошо для населения, но это плохо для работодателей. Они должны искать какие-то другие ресурсы, чтобы становиться эффективнее. И это особенно тяжело тем компаниям, которые конкурируют на глобальных рынках, где происходит дефляция, где зарплата снижается, и они становятся менее конкурентоспособными. Вот для них, так сказать, к страновой большой премии за риск еще будет добавляться, возможно, секторальная премия за риск. И, значит, на самом деле, к сожалению, мы видим, что бюджетная политика в России останется жесткой, монетарная политика не очень эффективна. И в такой ситуации, по всей видимости, вот эти демографические факторы и как бы фактор социальных приоритетов, он действительно будет задавать такую вот тенденцию, тренд на развитие экономики, ну, как минимум на следующий год и, наверное, на 15-й год. Анна Василенко, директор департамента первичного рынка в Московской бирже, рассказала участникам инноваций биржевого регулирования и рыночных технологий. Моя презентация была посвящена последним изменениям в биржевой инфраструктуре российского рынка бумаг, введении центрального депозитария, введении центрального контрагента, изменениям по структуре сеттлмента на Московской бирже, переходу на рынки акций КТ-2, а также новым правилам листинга, которые, как мы надеемся, будут зарегистрированы регулятором и вступят в силу в апреле следующего года. Об изменениях в регулировании на иностранных биржах и рынках рассказал Джеймс Ковель, партнер в компании DB Voice & Plympton LLP. Моя презентация была в отношении к изменениям в регулирования в рынках вокруг этого мира. Я фокусировал на Украину и Украину, и в частности, в том, что они, возможно, в большинстве интересов для профессиональных инфраструктурных инфраструктурных, ae и в дальнейшем — это трудоустроительные инфраструктуры и на articистанах горстейцев. Простер-производные инфраструктуры и процентные обещания в инфраструктурных инфраструктурных инфраструктурных, как и вредные барсицы уст, в компании, в безопасности, с выходом, заценные вопросы нормальные инфраструктуры, которые воздушные инфраструктуры. Вторая сессия была посвящена трендам и приоритетам институциональных инвесторов. Сандра Новаков, аяр-директор в компании CityGay D.Rodgerson, рассказала участникам об эффективной организации работы по повышению вовлеченности и поиску новых инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Третья сессия посвящалась Аяр-технологиям, где рассматривались различные аспекты, влияющие на инвестиционный имидж компаний и нестандартные ситуации, когда требуются оригинальные решения. Сессию продолжила панельная дискуссия, как управлять ситуацией, когда результаты оказались ниже или выше прогнозируемых. Завершающая сессия посвящалась Аяр-коммуникациям, доступ к информации. Здесь обсуждались новации в способах раскрытия информации, пример использования социальных сетей международной компании, опыт подготовки интегрированного отчета, требования DTR при раскрытии информации на корпоративном сайте. В конференции приняли участие было ста человек – Аяр-директора и специалисты публичных компаний, специалисты компаний, которые только собираются заняться привлечением финансирования, руководители менеджера пиар-департаментов, корпоративные секретари, а также представители бирж, аналитики инвестиционных банков, представители институциональных инвесторов, провайдеры Аяр-услуг, компании, представляющие базы данных инвесторов. Участники поблагодарили организаторов и отметили особую ценность его проведения. Очень интересные и интересные вопросы, которые были заданы в нашем audience. Это показали, что это для большого использования для профессиональных ИР, чтобы понимать их правильные требования в мире, а также наше развитие действия, которые происходят в том, что они являются важными причинами в мире. I think you'll have to ask all the IROs, and from my perspective it's always nice to meet other professionals from the IRO world and just share views in terms of what the trends are, what they're seeing, because I think every company is slightly different, that they'll have a slightly different experience in terms of what the investor demands are at their end and what their plans are going forward. It's also quite useful to see what innovation companies are bringing in terms of their IRO programs, because we all work reasonably independently, so it's nice to get together and just do a bit of knowledge sharing. I think this conference will be more detailed and detailed and detailed content and competencies on a higher level. So, I would like to see that conference would be more detailed and more detailed. Thank you for that. Thank you. Okay. Thank you very much. I appreciate. Thank you. Продолжение следует...